Ирочка, Ирочка, у вас тут дверь открыта и ручка поломана, Ирочка. Алло, алло, Егорушка, я сейчас быстренько у тети уберу, и мы с тобой пойдем гулять в парк. Да, страшно без бабушки, да? А ты мультики посмотри, и тебе будет не очень страшно, хорошо? А-а-а! Ну, может все-таки в больничку? Нет-нет, я тут посиджу, у меня внук дома ждет. Хорошо, я вернусь к вам взять показания. Слушай, сходи к соседям, если там есть свидетели, тащи их сюда. Так точно, Олег Анатольевич. Здравствуйте. О, физкульт, привет. О, нет, бег вверх по лестнице, это не мое. В общем, у нас два трупа. Ирина Гамаюн, архитектор, хозяйка квартиры, 36 лет, и ее гость, Владимир Шарадов. А где Зиновий Викентьич? Это не он там в лифте застрял? Он… Нигде я не застрял. С прибытием, Инга Викторовна. Здравствуйте. Хозяйничали тут без меня? Тело перемещали? Инга Викторовна, знаете ли, обидные ваши речи. Пора бы доверять мне, как профессионалу. Мы одна семья все-таки уже. Да, семья это еще мягко сказано. А у меня предложение. Давайте соберемся все вместе вечером и, например, сходим куда-нибудь в бар и выпьем. Тем более, такой роскошный повод. Плафантная должность начальника бюро. Очень смешно, Олег Анатольевич. Давайте делом займемся. Итак, следы оставил предположительно убийца. Размер ноги 44. Да, на следах подошвы остались частички деревянных опилок. Олег Анатольевич, я смотрю, вот хорошо архитекторы живут, да? Да, только не завидуйте, Зиновий Анатольевич. Завидовать-то нечего. Топливная карточка. Автозаправка «Гермес». Я в них заправляюсь. Зрачки расширены. Как и им? Похоже, сидела она на нем плотно. Точнее, смогу сказать, после результатов исследования. А вот руки, смотрите, видите, как расчесаны. Это очень характерно для наркоманов. Им кажется, что у них под кожей кто-то ползает. Инга Викторовна, а вот касательно вашего замечательного предложения посидеть где-то в баре. Не кажется ли вам, что преждевременно? Все-таки мы не знаем, кто вас главит в наше бюро. Зато мы знаем, кто больше всех об этом мечтает. Перелом основания черепа. Так, здесь все ясно. Где второй труп? Вот, на втором этаже. Давайте я проведу. Аккуратно, здесь ступеньки крутые. Можете упасть. Инга Викторовна, аккуратно, здесь кровь. Ну, вот. Размер ноги? Тридцать девять. Максимум сорок. На нем живого места нет. Восемнадцать колоторезанных ран. Восемнадцать. Я проверю. А укусы? А царапины? Знаете ли, Инга Викторовна, я профессионал. Проверять не нужно. Да. Сперма тут повсюду. На кровати, на полу. Представляете, даже на подоконнике. А что удивительного? Вам неизвестно о влиянии кокаина на либидо? Даже не интересовался. Это вам. Мне? А. Да. Заинтересовались, Зиновий Викентьевич? Вам не кажется подозрительным? Вот, ошейник есть. А собачки мы не видели. Или, может, они и собачку того? А вот это для чего, по-вашему? Здесь должна быть лошадь или тигр? Рассказать, для чего взрослые это используют. Прекратите, Инга Викторовна. Я по-другому, знаете ли, воспитан. Ну, а ананасы тоже для игрищ? Этих, фу ты, извращенцы чертовы. Я вас расстрою, если скажу, что это ананас? Да? Просто ананас. Так, Инга, ну что, есть соображение, как был убит Шарада? Становится все интереснее и интереснее. Да? Олег Анатольевич, вы, конечно, меня простите, но вот проследите, пожалуйста, за моей мыслью. Так, 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 так. 18 ножевых ранений. Отчего он мог погибнуть, а? Ну, конечно, от удара ножом. Что здесь непонятного? Ножом? Из вот этого кухонного набора? Одного не хватает. Первый удар Шарада получил здесь. Дальше убийца вынул нож, хлынула кровь. А дальше Шарада переместился сюда. Ох, Евгеньевна, так жалко Ирочку. Платила вовремя. Вообще порядочная была. Кто порядочная? Ирка? Да. Я тебя умоляю. Она вчера такое устроила тут. Она весь подъезд на уши поставила. Здравствуйте. Здрасте. Что конкретно вы слышали? Все. Они вчера с кавалером со своим охали, ахали, бесстыдники на весь дом. А потом вообще музыку врубили на полную катушку. И вот Сережка, наш сосед, под ней живет, пришел разбираться. А Ирка ему не открыла. Ага. И что, не угомонились? Ну, конечно, сразу. Он же ж из ваших, да просто выпимший был. А он когда, он невменяемый, его за это из органов-то и поперли. Он, говорят, человека не убил. А теперь в супермаркете. Охранником работает. А в какой квартире он проживает? Ну, под Иркой. В 141-й. Здоров. Ты вчера у соседей был вечером. Но. Свидетели видели, как ты избил мужика из 145-й и угрожал ему топором. Топором? Вот это я дал. А что, голубки ей заяву накатали, да? Не успели. Мертвы оба. Так что собирайся, ты задержишь. Не понял. Никуда я не поеду. Так, стоять. Да ты знаешь, что у меня такое? Спокойно, спокойно. Ну-ка, Боля! Давай, пошли. Все нормально? Не волнуйтесь. Здрасте. Да, алкоголь, кокаин, извращение, насыщенная жизнь. Завидно? Оба погибших в ночь убийства занимались незащищенным сексом. Вот это вам для баллистики. Нож. 220 миллиметров длина клинка, 20 миллиметров ширина и 2 миллиметра толщина. Раны, судя по характеру, наносились хаотично. Различный угол проникновения клинка. Ничего не осталось от селезенки. Четыре коротких удара в печень, разная глубина проникновения клинка, разная сила удара, два длинных удара в желудок. Инга, скажи мне, а где здесь раны? Тут же было море крови. А у девушки причина смерти? Смотри. Перелом основания черепа. И как результат эпидуральная гематома. И, кстати, вполне операбельная. Могла выжить. Но я в этом ничего не понимаю. Ты мне назови причину смерти. Причину смерти я смогу назвать, когда я получу от Ростика результаты теста, на который у него почему-то ушел уже целый час. Ростик, этот анализ занимает пять минут. Инга Викторовна, ну какие пять минут? У нашей убитой в крови целая аптека. И анальгетики, и барбитураты. Количество антидепрессантов зашкаливает. И я думаю, что умерла она. Не от ранения, а от симбиоза прозака с кокаином. Ростик, давай причину смерти все-таки я установлю. Мне нужны результаты теста и быстро. О, не изговорились, наверное. Да, Зиновик Ильич? Олег Анатольевич, я тут одну интересную деталь обнаружил. Ну, думаю, вам с Ингой Викторовной будет интересным. Понял, спасибо. Инга, тут Зина нашел какую-то деталь. Может, это продвинет расследование? Может быть, и продвинет. Вопрос только, в каком направлении. Какой-то очень странный этот порошок. И у нее в волосах. И у него на одежде. Они что, купались в этом кокаине? А это не кокаин. Это что-то другое. Опять он меня не оставит в покое. Ему нервничать нельзя у него мама. Идем. Олег Анатольевич, Инга Викторовна, ну, за штальность проходите. За чей счет гуляем? Ого. Я угощаю. Да. Давайте выпьем, Олег Анатольевич. Инга Викторовна, вы тортиком угощаетесь. Диетически не бойтесь. Так. А с чего это вы так расхарабрились-то? Ну. И Роберта Адольфовича не боитесь? В середине рабочего дня. Это же просто бунт. Ну, я, знаете ли, немножко бунтарю. Знаете, и не таких обламываешь. Инген Викторович, так я не понимаю, по какому поводу гуляем? Мне кажется, я понимаю. Да. Да. Ну, все вы знаете, что наше бюро осталось без руководителя? Да, 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 да. Да. Есть достойная кандидатура. Степан Степаныч. Здравствуйте. Здравствуйте. Везде вас ищу, а вы вот мне. Что отвечает? Нет. Это, знаете ли, я рабочее совещание решил такое неформальное сделать. Зиновий Викентьевич. Что? Это правда, очень сильно похоже на взятку коллектива. Ну, да. Коньячок не из дешевых. Да. Вот зачем я вас всех собрал у себя. Олег Анатольевич, ознакомьтесь, следов Сергея Шарко, соседа снизу, в квартире убитой не обнаружено. Следы и отпечатки не его. Значит, этот подозреваемый тоже отпадает. Надо другого искать. Надо искать. Ну, я как раз и собирался этим заняться. Съезжу на работу к убитой. Зиновий Викентьевичу все было очень вкусно. Благодарю. Как же так? Я не понимаю. Ну, вот кому надо было ее убивать в ее же день рождения? У нас же завтра презентация проекта и аэропорта. Прилетает инвестор, Китай, Саудовская Аравия. Нет, это все. Это конец. Это, понимаете, это, это катастрофа. А в каких отношениях вы были с погибшими? Самые обычные рабочие отношения Ира, это мой непосредственно начальник, а Владимир Витальевич финдиректор. Конфликты и враги были? Я, я не знаю. Во всяком случае, ни о чем подобном я не слышу. Подождите, стойте. Я забыла спросить. Вам нельзя. Я спрашиваю еще раз тебя. Где эта проститутка? Извините, пожалуйста, это жена Владимира Витальевича. Здрасте. Здрасте. Дима Ролюксевича, я еще не знаю. Так. О чем это я еще не знаю? Я знала, что он у этой. Я ему всю ночь звонила, он трубку не брал. Такие шлюхи надо. Будет знать, как чужих мужей отбивать. тварь. Где вы провели ночь? Дома. Где еще? Вы что, собираетесь меня еще и подозревать? А что, прекрасный мотив. Убили из ревности мужа вместе с любовницей. думайте, 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 что хотите. Кто может подтвердить ваше алиби? Подруга. Она ночевала у меня. Да, подруга прикроет всегда. да. Ладно, диктуйте номер вашей подруги. На какой заправке обслуживается ваша компания? Блакойл. У нас с ними договор закончен. А, вам знакома вот эта карта? Нет. К сожалению, нет. Но вы оставьте свой номерочек. Мало ли что. Да, конечно. Вот. Гончар, Олег Анатольевич, я Кристина. Очень приятно. Да, мне тоже. Олег, я вас тогда сейчас наберу, и это будет мой телефончик. Ладно. Ну, поехали. Всего хорошего. До свидания. Что, Олег Анатольевич, романтический вечер намечает? Перестань. Вы так друг на друга смотрели. Ревнуешь? Очень. Места себе не нахожу. Проходите. Проходите. Да что с вами с семьи происходит? Ну, вообще-то я первый хотел все это устроить, ну, Зиновий Викентьевич, как всегда, меня опередил. Да, у вас с Зиновьем Викентьевичем просто кулинарный батл какой-то. Жалко, что наши личные симпатии там наверху, конечно, никто не учтет. Ну, ты думаешь, я этого не знаю? Степан Степанович. Зиновий Викентьевич, проходите. Проходите, проходите, не стесняйтесь. Что это за пир во время чумы такой? Это вот мы выпьем пару капель вина. С удовольствием. А потом проведем совещание. Инга? А мне сок, я беременна. Шутка, я за рулем. Итак, предлагаю тост за наш коллектив и за его лучшего представителя, Ингу Викторовну. Вилка. За вас. Простите за опоздание. О, растущий организм. Прошу. Присаживайся. Что это у вас? У нас сегодня, Ростик, международный день взятки коллектива. Это анализ пятна с пиджака Шарады. Я вижу. Смесь муки и слюны. Судя по ДНК, эта слюна принадлежит некому Мехетару Назарян. Я пробивал его по базе, он проходил как-то как свидетель по драке в ночном клубе. А порошок на одежде, это тоже мука. Кстати, он работает в бистро Ахтамар. Молодец, Ростик, съешь шашлычок. И суши. И суши. Мы в бистро. Угу. Боже, растущий организм. Ну что, Зиновий Викенч, вам шах. А вы уверены, Степан Степанович, что мы в шахматы играем? Кроме этих козырей, у вас больше ничего. Здорово. Мне нужен хит-арт. Здравствуйте. Я его первый раз вижу, товарищ начальник. Вон он. Ай-яй-яй. Как нехорошо обманывать. Договорился у мамы, она стала его выгораживать, мол, дома ночевал. А вот братишка проговорился. То есть, никто не знает, где он провел ночь. Ну, а что? Молодой, симпатичный парень. Гормоны играет. Ревнив любовник? Почему нет? Убил из ревности обоих. Ирина, эта девушка, не самых крепких моральных устоев. Ну, на. Ну, что? Рассказывай. Почему убегал? Думаю, вы коллекторы. Ну, чё ты чешешь, а? Мы похожи на коллекторов. Ребят, на минуту. Пойдемте. Хочу вам представить, это наши сотрудники. Инга Викторовна, Олег Анатольевич. Глава армянской общины, господин Марк Таросян. Ашот Вазганович. Можно просто Ашот? Здравствуйте. Хитар работал на него, так что... Вот, посмотрите. Вот эта вот красавица взяла предоплату за проект ресторана. Работу не сделал. Вот этот Вова, познакомый у нас, посоветовал делать проект не через фирму, а через нее. Пообещал в два раза дешевле. Ну, я согласился, ну, кто бы не согласился. Потом проклял тот день, когда связался с нами. Понимаете, в этот проект вложились очень уважаемые люди. А что у вас было с Гамоином? Олег Анатольевич, дорогой, ну, можно сказать, что мы с ними просто поговорили. Они сразу все поняли. Ну, и что мне теперь делать, а? Я привезу деньги. Привезешь, Азизь, привезешь. Только мне проект нужен. Не хотелось за деньги, будешь делать бесплатно. Бесплатно. Эй, какое бесплатно? Шутка! Мы так не добываем! Не надо, пожалуйста! Я прошу вас! Черт! Значит так, даю сроку неделю, ну, а потом... Убьете? Я что, похож на бандита? Я уважаемый человек, у меня три ресторана. Нет, Ирачан, я пойду к твоему начальнику и расскажу ему, как ты меня обидела. Только, наверное, мне не стоит этого делать, потому что вы с Вовиком превратитесь в ноль. Извините. А можно мне с Михо поговорить? Мне он скажет правду. Если он убил, значит, пусть его судят. Идемте. Здравствуй. Здравствуй, Ядя Шут. Значит так, у нас мало времени. Михо, я к тебе всегда относился, как к сыну. Правда? Я сейчас хочу понять, кого я вырастил. Человека или зверя. Ядя Шут, я этого не делал. Я не убивал. Послушай меня. Никто не знает, где ты был этой ночью. А все указывает на тебя. Ты молчишь, как партизан, ты даже мне ничего не говоришь. Скажи, кто-нибудь может подтвердить, где ты был этой ночью? Карина. подожди, что ты сказал сейчас? Дядя Шут, я ее люблю, и она меня любит. Слышишь, ты засранец. Ты понимаешь, что я с тобой сделаю? Оторву все, что выросло. Дядя Шут, значит, Ромео ни при чем? Да, он провел ночь в отеле с дочкой Ашута. Что касается жены Шарады, ее алиби подтвердила подруга. Она, правда, ночевала у нее с утра. Анализ содержимого желудка показал, что убитые в тот вечер ели устриц. Ничего себе. Ну, значит, ищем устричный ресторан или где их там готовят? Их сырыми едят. Степан Степаныч, позвольте. А что это вы тут без меня обсуждаете? Вас? Нам уже больше нечего обсудить. Ну, очень смешно. Кстати, вас там в коридоре Марк дожидается, поговорить хочет. Никак дозвониться не может. Степан Степаныч, а в каком контексте вы меня обсуждали. Да, я хочу с тобой поговорить. А я не хочу больше ничего слушать. Я хочу как никогда быть рискиным с тобой. А я как никогда не верю ни единому твоему слову. Сначала у меня был муж, потом не стало его. Затем у меня была лучшая подруга. Теперь не стало ее. Я больше не хочу ничего слушать. Совсем. Никогда, Марк. одна встреча. Одна встреча и все. Вы узнаете вот этих людей? да, они часто у нас бывают. Даже пользуются нашей вип-картой. Где-то на прошлой неделе, только они ушли, мужик какой-то интересовался ими. На водилу похож. Я охраннику маякнул, оборачиваюсь, а мужика уже нет. А камеры наблюдения работают? Нужно спросить у охраны. Давайте спросим. Пожалуйста. Да. Видео плохое, он все время здесь спиной в кипке. Хочешь, я тебе его подробно опишу? Давай. Рост сто восемьдесят пять. Бывший дальнобойщик. Примерно тридцать пять лет. Сто процентов сидел. Курит. Остеохондроз. Размер ноги сорок три, сорок четыре. Ну, ты даешь. Давно работаю с людьми. С трупами. Трупы тоже люди. Здрасте. Николай? Да нет, я грузчик. Коля, где-то там. А, да? Багаж не закрыл. Ну что, ребятки, дело закрыто. Я словил утром убийцу, сейчас он в допросной. Сейчас десять с утра, когда ты успел? Я же супергерой. Помнишь карточку из квартиры убитой? Ее владелец Терещенко Николай. А вчера ты описала мужика с камер наблюдения как дальнобойщика. И официант сказал, что он похож на водилу. Так вот, этот самый Николай возит продукцию с лесопилки. Три года отсидел за драку, освободил год назад. Так а в квартире убитой на следах от подошвы это уже из частицы опил? Инга, Виктор, здесь кровь и запах какой-то. Хлорка. Подошвы замывал. И теперь самое главное. Этот Николай это родной брат жены убитого Шарады. В машине нашли нож как раз таки из набора на кухне. Я тебе советую прямо сейчас чисто сердечную. Был я там, ну и чё? Решил малек с зятем погутарить. Да. А ты не можешь подождать? Я сейчас на допросе. Ладно, сейчас буду. О чём хотели поговорить? О делах житейских. Это я мужа убила. Я просто меня надо судить. Я для него всё делала. Я и похудеть пыталась, я и к психологу ходила, я даже красилась. Так же, как и эта Ирка. Он всё равно только к ней бегал. врачу. зачем? Вашего мужа убил ваш брат. Коля ни в чём не виноват. Да я дура. Я дура. Я бы пожаловалась. Я всё рассказала. Господи, Боже мой. Да я бы всё пожаловалась. Значит, когда сестрёнка пожаловалась, решил я сам всё профильтровать. Стал я, значит, пасти этого хмыря. В ту ночь она позвонила, говорит, Вовка опять не пришёл. Вот я и решил его проведать в сугубо воспитательных целях. То, что было дальше, по гроб жизни не забуду. Это она Вовку завалила. Я вам точно говорю. Так она уж зачем тогда забрали? А что? Там мои пальчики. Вы сразу этого жмура на меня повесите. Слушай, ну да. Да, хороший рассказ. Я прям проникся. Начальник, отвечаю! Это она его завалила! Ты бы видел эту бабу, она тупо с катушек слетела. Олег! Олег! На минутку. А что, если он правду говорит? Ты серьёзно? Атропин и сульфат вызывают галлюцинации и агрессию. Инга, ну ты же суперпрофессионал. Вот именно. Именно поэтому я считаю, что эту версию надо проверять. Что ж такое-то? Ростик! Почему я тебе дозвониться не могу? Инга Витальевна, вы меня простите, я просто увлёкся музыкой хорошая. У тебя один шанс всё исправить. Опять анализы? Да, методом газовой хроматографии делал когда-нибудь? Нет, Вот сейчас и сделаешь. Экстрактируй мне кровь и мочу убитых. Ну убийца найден смысл. Ростик? В темпе? Степан Степанович, прошу вас, Зинович. Ой, что это? Знаете ли, я думал, у нас теперь все летучки будут проходить под фуршет, а так стол пустой. Я не знаю. Выпить хочется. Налейте коньячку. Ой, не провоцируйте, Степан Степанович. А вдруг там узнают, что вы споиваете подчиненных. Если вы не... Ну что, я. О, здравствуйте. Олег, Инга, поздравляю, дело закрыто. Да. Нет, не закрыто. Что еще? А я решила проверить слова Николая. Ну, до того, что Ирина была не в себе? В организме убитых обнаружены составные экстракты белодонны. Атропин, гиосциамин, скополамин. Белодонна вызывает сильнейшие приступы агрессии и ярости. Простите, а как яд попал в организм? Хороший вопрос, Дмитрий Викентьевич. Спасибо. Несвойственный вам. Через кокаин. Ирина на нем плотно сидела. Олег, давай, передавай это дело в наркоконтроль и... А вот вам предполагаемый сценарий той ночи. Доза отравленного кокаина в организме Ирины сильно превышала норму. Бурный секс с эйфорией закончился приступом агрессии. В приступе ярости она убила своего любовника. Николай застал уже самый финал, кульминацию. Она подскользнулась на его крови, падая, ударилась головой о стол и умерла. Инга, ну ведь все улики, все улики показывают на Николая. Да. Ирина Ильич, дело в том, что Инга права. В кухне, где Шарада получил первый удар, следов Николая нет. Ой, ребята, ну вы же меня без ножа режете. Так, даю вам сутки, дальше все, докладываю наверх. Мне в этой ситуации промахнуться никак нельзя. давайте, работайте. Интересно, зачем убийца проделал этот трюк с Беладонной? Месть, конкуренция, или то и другое. В любом случае, это абсолютно точно сделал тот, у кого был доступ к личным вещам погибших. Ты меня слушаешь вообще? Пойдем, на свидание. ой, мне кажется, мы очень-очень спешим. А тебе не кажется, что мы очень затянули? Пойдем. Передумай, чтобы я. Мять. У меня есть результат. У меня новость. Давайте по одному. Я обследовал коробочку с кокаином и ничего, кроме отпечатков эрин и потожировых следов жирады нет. Не считая частицы бекламетазона депробионата. И с чем едят этот беклокарбат? А это стероидный гормон, который входит в состав спрей от аллергии. Наркомана слизистая, воспалена. Спрей снимает симптомы. А у тебя что? Звонила Кристина, секретарша архитектурного бюро. На рецепцию принесли коробку странную в черном пакете. Хочу узнать, что в ней. Вот эта коробка, Олег. Я так испугалась, а вдруг там бомба? Сомневаюсь. А есть канцелярский нож? Точно бомба. Она точно не взорвется? Нет, обещаю. Ой. Ты, наверное, Ирина Михайловна в сервис давала? Ну, да. А вот это Ирина Михайловна проект? Да у нас все проекты под ее именем. Но, только, если честно, сама она почти ничего не делала. Вот этим конкретно занимался Тимур Алексеевич. Вон он. Тимур Алексеевич? Да. А можно вас на минутку? Да, конечно. Я перезвоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Ланшет пришел, Ирина Михайловна. Нам куда его? Давайте, я замеру. Кристиночка, ну зачем вы так? Я же тысячу раз спросил. Зачем вы так поливаете себя ногами? Да, от аллергии у вас? Да. Можно взглянуть? Конечно. Рекомендую. Дорогие, но очень эффективные. Спасибо. Не за что. Мне нужна презентация по аэропорту на завтра. Конечно. Распечатай, пожалуйста. Вот про эти капли я тебе говорила. На. Инга, что ты опять придумала? На коробочке с кокаином следы гормона со спрея Тимура. Я почти уверена. То есть он мог отравить, как и Рим. Но я не могу взять его просто за то, что он аллерген. Ну это предположение. Ирина могла взять его спрей. Слушай, а ты не помнишь, у нас в городе остались аптеки, которые составляют лекарства? Не знаю. Тебе зачем? Такие в детстве были. Беладонна входит в состав некоторых лекарств. Значит, надо проверить. Ага. Вот. Три аптеки в городе, одна на реконструкции. Поехали. Прошу прощения, заведующей аптеки сейчас нет на месте. А кто имеет доступ к препаратам? Только сотрудники. Это препараты строгой отчетности. И что, даже грамульку беладонны отсыпать нельзя? Ну что вы, это исключено. Когда ревизию проводили? Послушайте, у меня три болтушки на очереди, я сам ерундой занимаюсь. Смотрите. Смотрите. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Недостача? Два грамма. Катенька, а скажите, это вы себе присвоили препарат? Послушайте, ерундой не говорите. Я сейчас проверю по старым рецептам. Проверьте. Послушайте, кто вам разрешил? Оставьте. Мне обычно разрешение не нужно. Ваш парень? Уже нет. Мы разошлись. И когда он приходил к вам сюда? В последний раз? Я не знаю. Может, неделю назад. Давно вы его знаете? Три месяца. Ему нужна была мазь от ожогов. Вот мы и познакомились. Чудесно. Инга, я чувствую. В этот раз мы порадуем Степановича. До свидания. Так, зачем это Тимуру? Не знаю. Может, кресло начальника хотел занять? Если у отпечатков не окажется на баночке, нам нечего его будет предъявлять. Зину Викентич, за это время можно было не только отпечатки, можно было и на море съездить искупаться. На море холодно уже, Олег Анатольевич. Угощайтесь. Ну? Понимаю, понимаю. Вы ждете результат. Хочу сказать, что определить было очень сложно. Да хватит уже тянуть кота за хвост. Инга Викторовна, вы будете меня торопить, я вообще ничего не скажу. Так вот, следы подсохли. Но для меня нет ничего невозможного. Поэтому… Дайте уже сюда. Ту-ду-ду-ду. Его отпечатки. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Вы арестованы по подозрению в убийстве Ирины Гамаюной Владимира Шарат. Вы приедете с нами, можете собираться. Да. Да, хорошо. Сейчас. Да. Сейчас. Нет, нет, не делайте этого. Ирка бездаренность. Все проекты у меня крыло. Но аэропорт я ей отдать не мог. Сильно жир на кусок. Это я его приду. Я его спроектировал. Ты зажрался, Тимурчик. Тебе так не кажется? Мало двадцать процентов? Я тебя из задницы достала. Могу без проблем вернуть обратно. И свои тупые понятия справедливости ты можешь свернуть в трубочку и засунуть себя в одно место. Ясно? На проектах будет стоять только мое имя. Ясно. Почему не ушли от нее? Я пытался. Но она постаралась. Меня везде ждал отказ. Это отговорки. У вас была цель занять ее кресло. Никаких высоких мотивов. Называйте, как хотите. Все равно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Марк. Алло. Ладно, хорошо. У тебя будет пять минут. Мне надо ехать. Ты тут уже сам как-то дальше справишься без меня ведь? Ну и что, оформляем явку с повинной? Мам, ты с Сипушей гуляла? Как не гуляла? Ну, я же говорил, у нас сегодня позднее совещание. Ну, хорошо. Степан Степанович, мне интересно, где Инга Викторовна? У меня собака не гуляла. Понимаете? Олег, позвони ей. Она сказала, что у нее дела, и это ненадолго. Ну, ладно, сейчас позвони. ТЕЛЕях ТЕЛЕ ТЕЛЕА Алло. Это Марк. Они похитили Ингу. Алло, Марк, Марк! Субтитры создавал DimaTorzok